Всем привет! С вами Алексей. Сегодня я бы хотел поговорить о Дэндевских пистолетах. Я любитель пострелять, и я тут недавно сделал такой переходничок. Вот этот вот пистолет у меня был. Я к бабуле в гости ходил, там есть стародельная приставка. Покупался вот этот пистолет в комплекте два джойстика. И два джойстика, вот этот пистолет были в комплекте 15-пиновым разъемом. Продавались как-то они года два назад, я покупал еще. Около 400 рублей в Ситилинке, короче, продавались такие комплекты. Я взял два таких комплекта. Комплект вот с 15-пиновым разъемом и с 9-пиновым разъемом. То есть два джойстика и пистолет лежал. 15-пиновый разъем под одну приставку и 9-пиновый разъем. У меня приставки 9-пиновой не было, я не знал, где ее, короче, попробовать. Также у меня на водильной была приставка куплена под Дэнди. Там лежал вот такой вот интересный пистолет. Тоже 15-пиновый. Такой вот интересный пистолет. И недавно я себе сделал переходничок, потому что под Retro Genesis приставку я хотел пострелять с этих пистолетов. И под Retro Genesis приставку не было возможности их подключить, потому что там Нессовский разъем был. Сделал переходничок, чтобы можно было подключать любые джойстики, любые пистолеты. Там предыдущее видео есть, если вас интересует тоже эта тема. Можете глянуть. В общем, сделал переходничок и решил пострелять я из этих пистолетов. Этого пистолета у меня не было. С этого я фигачил обычно. А вот с этих пистолетов во время проверки я проверил, вроде все отлично. Ну, то есть там, когда около одного метра ты возле телевизора находишься, нормально. Но я этот проводок делал именно для того, чтобы стрелять издалека. И вот когда уже на метр три отходишь, то что на этом пистолете, что на этом, ты не можешь нифига попасть. Вот. И я думаю, может быть сигнал, короче, телевизор слабо как-то, ну, короче, как-то реагирует слабо. Может быть на дальнем расстоянии что-то не срабатывает. Не знаю. В общем, я знаю, что при ярком солнце, вот этот вот пистолет, я вот с него частенько и довольно-таки издалека стреляю. И при ярком солнце бывает не работает. Приходится зашторивать шторки днем, когда стреляешь. Вот. А тут же, как бы, я даже в полной темноте выключал свет. И нифига, короче, он не срабатывал. И совершенно случайно я узнал, что... Я вот тут не зря такую вот линию нарисовал. Короче, случайно я заметил, что как-то стреляя по уткам, которая одна утка, короче, находилась вот так вот, одна утка, а вторая утка под ней. И целясь, короче, по верхней утке я попал в нижнюю. И я понял, что целик-то у нас, или наоборот, нет. Целись по нижней, короче, попал в верхнюю. Это вот с этого пистолета. В общем, вот такая вот фигня произошла. Я понял, что... Вот я вам линию нарисовал. Обычно как целишься? Вот так вот целишься, да? Сейчас я на камеру посмотрю. Целишься, вот, мушка сопоставляешь с... Как ее называется-то? Ну, с этой штукой, короче. Прицел с мушкой, короче, сопоставляешь и стреляешь. И, в общем, попадаешь, типа, в цель. Куда-то там целишься. Вот, допустим, сюда вот, да? Так все это дело. Принцип работает. Тут, допустим, утка. Ты вот целишься по прямой. И все, попадаешь. И, ну, вдоль пистолета, короче, вдоль ствола целишься. Ну, на метре это где-то работает. Примерно с метра это еще нормально работает. Но! Когда дальше, вот, от трех и выше метров, получается такая ситуация. Причем, чем дальше, тем, как бы, лучше, хуже этот разбег. Получается, что целиться надо вот так вот, ребят. То есть, у нас, получается, целится пистолет вот сюда, а попадает вот сюда. То есть, вот такая вот траектория, получается, стрельбы у нас пистолета. Ну, как мы видели на стримах, я стрелял с этого пистолета, когда я понял, в чем причина. И вот я таким способом даже, в принципе, до 20 уровня дошел. Это и этот пистолет. Я думал, блин, пистолет фигня, надо как-то его починить, что же с ним делать. Думаю, надо-ка проверить и другие пистолеты. Начал я, короче, проверять этот пистолет. У него обратная ситуация. У него, короче, наоборот, вот так вот работает прицел. То есть, надо завышать, короче, планку вверх. То есть, у него уже ствол, получается, идет, чтобы в цель попасть. Надо чуть-чуть выше, короче, брать. С этим пистолетом наоборот. Обратная ситуация. Вот. И единственный пистолет, я думаю, в принципе, они все нормально работают, которого я вообще стреляю, как ворошиловский стрелок. Вот. Это единственный пистолет, который... Который целишься. Куда целишься, туда и попадаешь. То есть, единственный пистолет, который стреляет прямо. И вот домой принес, чтобы сравнить. И, я думаю, может быть, приставка у меня какая-то из-за того, что приставка другая, может, телик другой. Может, что-то из-за этого как-то... Ну, я, короче, уже не знал, что думать. Вот. И, короче, я принес этот пистолет, я понял, что все дело в пистолете. Вот. И я думаю, что это зависит, наверное, от того, как расположен светоэлемент в том или ином пистолете. Так что сейчас мы с вами разберем все эти пистолеты и посмотрим, как у них установлены все эти светоэлементы. И можно как-то это поправить или нельзя. Как видите, я расчехлил все эти пистолеты. Вот этот пистолет, которому мне нужно чуть-чуть вверх целиться, он выглядит вот так вот. Курок у него, смотрите, какой. Как выполнен курок. Нажимается вот сверху. Сюда вот запихнута кнопка. И плата вставлена в паз, куда нужно. И лежит также вот этот светодиод в пазу. Но если посмотреть, присмотреться, то получается не на уровне линзы немножечко. Тоже он немножечко подогнут, как-то неровно здесь лежит. В общем, поправить не знаю, получится ли что-то сделать или нет. Вот этот вот пистолет, которым нужно целиться вниз, чтобы попасть, он был вот так вот вставлен. Плата вставлена. Я тут пытался, думаю, вот у него тут пазик есть под светодиод. Вот, под светодиод есть паз. Я думаю, что как-то могу. Короче, я уже пытался сделать. Видите, подогнул вот эти вот контакты, пытался подогнуть их, чтобы светодиод был в пазу. А так вообще он находился вот так вот, в таком вот положении. Но выгнув как бы его так вот в более-менее среднее положение, вроде как картина особо-то и не поменялась. Вот, то есть так же приходится целиться. Не знаю, может сама линза, может, как-то работает не так. В общем, я не понял, в чем дело. И тот пистолет, который самый точный, у него вообще плата валялась просто вот так вот. Просто вот так вот плата валялась. Вот этот светодиод стоит не в пазу. То есть есть возможность, как вы видите, сюда вот в паз вставить, и он идеально ложится на свое место, вот этот светодиод. Но, как я разобрал, и идеально работал пистолет именно вот в таком положении. То есть вот так вот валялась микросхема здесь, ни в чем не закреплена. И вот так вот болтался вот этот светоприниматель. Ну-ка, на светодиод он похож, в общем. Тут есть еще вот какой-то паз. В общем, вот так вот, если вставить, я не знаю, как он будет работать. То есть хочется его так вставить. Вот здесь он вроде как вот так же. То есть тут конструкция один в один, такая же, хотя нет. Смотри. Тут конструкция получается здесь. Вот здесь вот этот паз чуть-чуть подальше. И у нас здесь получается верхний паз. Пистолет одинаковый. Но здесь паз вот этот вот короткий сверху, а длинный снизу под плато. А здесь длинный сверху, а короткий снизу. То есть если перевернуть, то есть если перевернуть, он так же вот. Можно его так вот поставить и все. В общем, кто их там собирает и как их собирает, непонятно. То есть если я его буду пытаться вот так вот вставить, в принципе, можно попробовать так вот поставить, чтобы в пазу лежал, чтобы этот светодиод лежал в пазу. Можно попробовать так вот собрать и посмотреть, что из этого получится. Будет ли он ровно работать или нет. Короче, я не знаю, стоит ли по-нормальному их сюда запихивать. Вот этот получается вообще в пазы как не укладывается. То есть либо перепаивать нормально нужно, чтобы вот этот светодиод встал на свое место. А вот этот, возможность есть поставить на свое место. Вот, на свое место поставить. Но не знаю, повлияет ли это на стрельбу потом из пистолета. Потому что такое ощущение, что когда он так вот стоял, вот так вот стоял, мне кажется, он, короче, стрелял и стреляет идеально. Так, вот, в принципе, вот по этой вот линии можно посмотреть, куда идет к линзе. И, короче, вот, сейчас я запихаю все на свои вот эти пазы, вот эти места. Тут вообще вот как надо-то обставляется, но неспроста, наверное, его вытащили, вот этот проводок. Вот, соберу, короче, как надо сейчас и попробую из них пострелять. И, короче, и, короче, светоэлементы в общем поставив на свои места протестировал я их эти пистолеты и в принципе результат такой получился вот это стать не видно через линзу видно насколько они смещены здесь вот в принципе более-менее нормально ровно короче уровне всего в этом пистолете стоит в общем все зависит от того насколько ровно стоит вот этот вот света светодиод или как называется в общем тестировал я пистолета с одного с полтора с двух из трех метров ну с трех метров это только вот это один получилось у меня проверить вот эти же все остальные принципе до двух до двух метров только первый пистолет самый нормальный сейчас я вам целик нарисую как это все с одного метра один метр один метр целик выглядит вот так как он должен в принципе выглядеть целик на как целимся до целик и мушка вот все по по уровню короче вот мушка вот целик все водку попадаем водку водку стреляем вот попадая полтора метра один и пять метров принципе тоже система тоже тоже также в принципе целик вот так вот выглядит целик попадая целик стреляем сейчас я вам покажу как он выглядит вот целик вот так вот ну то есть равное равное расстояние между этими частями показать получше вот короче вот так вот не вправо не влево короче вот так вот целимся два метра тоже нормально короче пойдет немного со смещением вот с таким смещением где-то примерно три метра даже на три метра даже можно попасть но смещение уже практически возле самой границы то есть смещение вот такой вот уже получается то есть на три метра даже с этого пистолета можно еще выпадать вот так вот короче со смещением то есть уже не посредине вот эта пушка а морю со смещением но границы верхушки поверху в принципе нормально второй пистолет с установкой нормально как бы один метр можно вот целик мушка можно даже так стрелять на уровне все нормально вот можно стрелять полтора метра уже начинается проблема уже короче вот так вот целик идет да так вот у нас целик а вот здесь у нас муж короче даже вот здесь вот она возле границы короче вот так вот целик мушка вот таком положении у нас уже с полтора метра получается попадать час я вам покажу как это выглядит то есть вот так вот целимся да вот так вот в таком положении видите где мушка вот в таком положении получается только подать с двух метров с трех метров я уже даже а подожди с двух метров с двух метров это уже начинается вообще экшен вот так у нас целик выглядит с двух метров а вот здесь у нас мушка короче сейчас я покажу как это вот целик а вот это мушка короче в таком положении попадаешь в уток вот так вот короче вот целик и вот в таком положении то есть стреляем по мушке вот так вот сейчас вот но как видите мушку да вот в этом месте стреляем вот то есть нас пастолет получается кривой так вот ну вот как вот как и вот показывают стреляем попадаем вот таком положении с трех метров я даже не пробовал с трех метров от единственный пистолет с которого можно как бы стрелять попадать не ему можно конечно найти положение но долго я думаю с трех метров вообще будет тяжело найти один метр третий пистолет тоже вроде стоит все на своих местах на пазах с одного метра тут в чем прикол тут смотрите целик я не знаю тут нужно наверное пропилить чем-нибудь чтобы мушку хотя бы видно было потому что тут прицел самую самый шляпный самый ужасный пистолет мне нравился тут курок такой интересный классный выглядит прикольно но самое ужасное вот как вот целиться ну можно как целиться короче есть даже небольших разрез вдоль вдоль этого разреза в общем целишься так вот даже не знаю как рисовать вот то есть совмещается когда мушка можно короче ну вдоль пистолета короче стреляешь даже вот так вот я нарисую и вот там где-то ты мушку короче предполагаешь примерно она немножечко здесь высовывается короче можно попадать с одного метра с полтора метра у нас но получается вот этот цель целик у нас вот этот вот до целик и вот так вот мушка немножечко у нас уже в бок торчит и вылазит и вылазит в бок и короче с двух метров это уже я уже не помню даже вот короче целик и вот короче мушка вот здесь вот так вот вылазить получается ну сейчас покажу чтобы можно было выбрать на эту общем жесть в общем так вот стреляешь вот мушка вот целик и мушка вот в таком положении короче вот так вот так вот короче ты стреляешь получается вот в этот уголок смотришь ну можно короче попадает с трех метров естественно вообще никак я думаю лазерные пистолеты короче очень точные и то есть особо в них проблем нет но нифига на когда уже расстояние какие-нибудь более-менее существенные прицельные то приходится и лазерное световое оружие тоже оказывается пристреливать но в общем моя переделка немножечко помогла я понял как это все работает вот сейчас туда свет не попадает короче надо что получается по центру тут прям видно не знаю из туда светом посвятить будет видно в общем издалека надо ставить с места куда-то типа целишься и как-то вот этот вот выравнивать света этот приемник выравнивать в общем получилось у меня сейчас два метра на втором этом пистолете чем целик и в этом же целике мушка вот так вот короче целиться приходится то есть уже лучше как бы стал с двух метров от целик и вот мушку если мы совместим вот сейчас давайте вот тут это вот у нас цель будет вот в таком положении короче вот таком положении попадаем вот таком есть положение не знаю буду сейчас крутить вертеть мне хотя бы добиться нормального попадания с двух метров как у этого пистолета у этого пистолета я вот смотрю издалека вот если поровну ну да можно в принципе да посмотреть такой прицелеку смотришь вот издалека я сам смотрю в общем так вот как выравнивать можно прям в само дуло если смотреть так вот по поцелеку выстраиваешь ну прям на камеру не очень получается нас поцелеку смотришь и если хорошо видно линзу то есть хорошо видно где вот этот вот лампочка находится ну с одного с полтора метра в принципе всеми ими можно стрелять вот метр на три уже нужно нормальная настройка этой всей шляпы я понял как настроить вот этот пистолет почему такая вот вещь у нас плата стоит надеюсь только когда ты будешь зажимать она не собьет второй пистолет тоже практически удалось довести до идеала у него теперь вот такая вот же штука также прицелили на целик и вот здесь мушка это на трех метрах с двух метров даже даже вроде прицельно можно стрелять из двух метров теперь даже прицельно можно попадать действительно видно очень хорошо когда с целиком сопоставляешь и линзы линза с этим светодиодом видно но дело в том что длинные руки как бы не хватает нормально откорректировать точно поставить вот этот светодиодик вот то есть я не знаю с биноклем надо на большие расстояния какие-то ну короче метра на два на 3 на 3 метра уже с фигово метр на 2 можно в принципе настроить практически любой пистолет в принципе на длину провода который идет как бы в комплекте и на длину шнура видео всегда в принципе можно пистолет оттянуть и пострелять то есть на максимально на максимальную длину который позволяет стандартные провода из комплекта в принципе можно прицельно пострелять а вот если сделать удлинитель и далеко пытаться пострелять если еще на большом телевизоре наверное то есть если большой телевизор можно наверное из на через всю комнату стрелять вот с таким маленьким телеком как у меня то есть я думал что разница особо никакой но разница в общем есть ребят настроил я более-менее нормально не измерял на каком расстоянии из двух метров короче попадает нормально и короче пофиг не буду дальше заморачиваться в общем че еще узнал видите сам контакт он такой вот жесткий то есть не гибкий все он сделан именно для того чтобы видимо когда пистолета эти но все-таки производят их все-таки наверное пристреливают вот и он гибкий для того чтобы подставить именно так вот в общем там наверно когда и делают это с метра в общем их пробует стреляют и работает и пофигу а вот и и забивают на это то есть примерно ровно сопоставляет в общем с этим с линзой в общем вот видите видно лампочка с линзой вот так вот она должна лампочка должна посредине вот этой линзы быть как бы целик еще при этом должен нормально быть в общем вот лампочка посредине должна быть вот видно даже через линзу так вот настраивайте чтоб целик по нормально вот и очень на глаз так вот и подгибаете этот светодиод так чтобы он стоял очень посредине этой линзы вот такие вот дела может быть можно еще какой-нибудь способ подальше в общем поставить я я думаю что когда свет подается вот на эту фигню если мультиметром сюда вот контакты контактом к этим подсоединиться я думаю что отклонение туда-сюда то есть максимальное короче поставить фонарик где-нибудь вдалеке фонарик и на него как бы навести цель и вот крутить вертеть тоже вот этот вот но свет идиот я думаю что значение должны меняться скорее всего мне так кажется не буду сейчас проверять или буду мои предположения как оказались принципе можно с мультиметром все это дело настроить то есть куда нибудь далеко на те же три метра поставить источник света как-нибудь зафиксировать пистолет но чтоб по цели он стоял и потом чтобы в общем когда у нас сейчас буду покажу контактом подсоединяем ведь у нас один когда я на свет час когда свет у нас попадает контакта нету цвет когда у нас попадает прям точно через линзу вот на это дело ведь у нас 002 короче убираем а 001 даже ведь и нужно короче попасть что прям свет попадал через линзу 001 нас показывает на мультиметре когда источник света у нас через линзу правильно проходит то короче у нас попадание может так сказать вот чуть-чуть отклонение вот у нас ни фига не работает вот то есть реагирует на источники света короче вот такая вот фигня так что можно течь при помощи мультиметра принципе тоже также настроить чтобы просто офигенно точный пистолет мне кажется я один такой заморачиваюсь или такое ощущение что с пистолетом давным-давно вообще на денди никто не стреляет кроме меня сейчас уже даже деньги продаются без пистолетов потому что все играют на жидкокристаллических телевизорах а под 100 лет нужен еще как бы телевизор нормально ну как нормально старый телевизор короче этот с электронно-лучевой лт короче телевизор электронно-лучевая трубка как он там называется вот кстати я нашел запер на алиэкспрессе стоит где-то 1600 рублей если вы хотите чтобы я его попробовал протестировал можете донатов накидать на него но если кому-то конечно это интересно но может быть если деньги немножко лишних появится может быть его скажу протестирую напишите в общем интересно вам эта тема или нет так ну что же завершение надо что-нибудь сказать а в общем вот у меня смотрите рулетка вот здесь у меня два метра где рулетка лежит а вот здесь где ножка стоит полтора метра в общем с такой с такого расстояния вот попробуем пострелять переключаем пистолет вот то этот пистолет на 9 пиновый на черный который я настраивал кстати если одновременно и включить попробовал думал может получится одновременно по включать нифига не получается только есть одновременно их нажимать ну-ка сейчас я попробую там двух с двух пестиков вот по одному нажимаешь ничего не происходит по очереди если нажимать ничего не происходит так лан черный тестируем сейчас отключаю стиром черный пистолет вот он блин куда-то криво стреляет час на самом деле как бы я вчера так от полтора метра вот на два метра но идет на руку рука будет вот чуть дальше даже двух метров в общем можно пострелять нормально короче пойдет два пистолета вообще настроил а тот пистолет который побольше там он вот этот светоприемник лежит крепко зафиксирован то есть надо там что-то вот это вот на фиксацию короче снимать выпаивать чтобы его настраивать короче не стал заморачиваться два пока работают и принципе я думаю достаточно двух пистолетов а так принципы поняли если вы тоже я не знаю может есть такие люди которые хотят по заморачиваться которые заморачиваются стрельбой с пистолетов можно в принципе я любитель пострелять из пневматического пистолета дома но у меня постоянно ругают поэтому выход из ситуации вот такой вот я нашел пострелять в общем по уткам чтобы никого не раздражать дома и ног и не подстрелить то а так но если хотите я могу показать как дома стрелять чтобы ничего не повредить в квартире у меня тоже есть тут своя технология короче стрельбы из пневматического пистолета в квартире потому что на улицу не всегда интересно выходить но если вы любители короче пострелять то пишите покажу вам технологии как стрелять дома и ничего не повредить при этом как устроить тир короче дома вот ну такой вот способ самый простой и самый наверное дешевый то есть дешевую приставку покупаешь удлинить от провода немножечко можно и вот практиковаться своей стрельбе короче вот этом все все пока